Вот такого размера все корнеплоды. Их вес доходит до 3-4 килограммов. И впервые за многие годы такая картина на всем свекловичном поле хозяйства Колос. 700 гектаров отборных корнеплодов. Мы очень довольны сегодняшним урожаем. У нас где-то планируем 790 где-то центнеров с гектара. Осталось собрать еще около 5 процентов урожая. Работы на пару дней. Мы надеемся до мороза это закончить. У нас осталось примерно где-то 60 гектаров. Если морозы придут, уборка тяжело будет. Это еще не сахар, но именно эти корнеплоды в итоге и станут как сахарным песком, так и рафинадом. Вот она свежеубранная свекла. И теперь счет идет на дни. Чем раньше она попадет на завод, тем лучше. Здесь и наступают первые проблемы. Свекла так и остается лежать на улице. Везти ее просто некуда. До Нового года мы точно не закончим. В чем причина? Причина в приемке сахарным заводом в Буинске. Мощности завода не хватает. Сегодня перерабатывают те, которые производят производители. Пока свекла лежит в поле, она теряет влагу. А с ней и сахар. Главное в плодах. Именно за него с фермерами рассчитывается на заводах. Уже сегодня платят вдвое меньше. В прошлом году в это время мы продавали 1 килограмм сахара было 38 рублей. В этом году на сегодняшний день уже цена упала до 19 рублей 50 копеек. Даже за такие небольшие деньги фермеры вынуждены искать, куда можно сдать урожай. Пока на местных сахарных заводах заторы свеклу принимают, например, в соседней области. Путь не близкий, но уж лучше, чем голое поле. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.